друзья мы приветствуем вас из польши это благословенная семья анна и анджей которые открыли двери своего дома и мы чувствовали себя в этой семье тепло и переживали большую божью любовь через них и мы хотели бы чтобы они поделились несколько слов что для них это было время когда бог что-то говорил и действовал добрый час это хороший я буду переводить не немножко извините то не все но я хорошо говорю но а не будет в польске а я в период привет всем всем дякуем что вы приехали к нам и домой потому что этот день в котором бух прислал вас до нашего дома был день в котором мы потребовали вашей жизненности мы ждали этого дня когда этот день очень важный был в это время для нас то чего doświadczyли мы сподзаем с вами два дни то есть реальная жива Божья ОБОЖА ОБЕЗНОСТЬ в том числе в этих два дня мы пережили такую реальную присутствие Божие которые с вами были то чего я сейчас от вас научусь то что в каждой в каждом моменте где-колько я живу то могу нести Jezusа, и могу нести жизнь, которое Бог вложил во мне, и это жизнь для каждого, которого я встречаю. Наука, которую я принял, это, что я ежедневно могу нести с собой Иисуса, там, где я еду, на улицу, в школу, на работу, весь час. Иногда появляются такие блокады в голове, и я их имела. Но когда вчера, во время услуги в нашем костеле, увидела, как в практике несено есть Божье Жизнь, то я знаю, что эти блокады можно так сделать в голове. Но есть в голове такие твердыни, которые мешают. Но вчера мы в церкви поняли, что это надо отвергнуть и веру принимать то, что Иисус хочет, чтобы мы верю делали. И что это просто, и что это только моя решение, ничего больше не нужно. Не потреба намасшения, не потреба никого, кто прийдет и сделает это за меня. Я просто могу поднять решение, выйти на улицу и просто это сделать. Да, это решение в голове, что это надо просто все так делать. Я благодарю тебе, Иисус, за эти люди. Я благодарю тебе, Иисус, за эти люди, вы хорошие люди. Вы выполнили Божье Слово. Вы выполнили это Слово. Взялись мощь Божьего Духа, приняли помощь Духа Святого. И вы знаете святами в Иерусалиме, в Юдии, в Самарии и по крайней мере земли. Хорошо, друзья, я еще кое-что хотел у вас знать, это для вас, ну и для тех, кто слушает. Слава Богу, я уже услышал, что вы поделились, вы знаете, есть эмоциональная вера, а есть Божья вера. Да, это когда мы не оперируемся чувствами, а движемся фактом, знаниями. И я бы хотел вас узнать, поделитесь, пожалуйста, таким пониманием, что вы узнали об этом, об этих фактах. Они выражены в двух вещах, это возможно или невозможно? Вот что вы поняли для тебя, исцелять людей, это возможно или невозможно? Да, да, мы это уверены и мы. Это доступно. Да, это доступно. Это уже достало доконанное. Да. Это сделано, мне нужно ото просить, чекать и забегать. Иисус это сделан. Это уже для нас, это Иисус это сделал уже, мы только надо взять это. Да, да, то есть надо это просто активировать. Слава Богу. Поделитесь вашим впечатлением или вашим мнением о служении, которое прошло вчера в вашей церкви. Ну вот что вот, ну как есть. Ну это было для меня очень практическое и теория и практика. Это очень редко я такое служение видел, как пастор вчера делал. Просто просто зверей в помазание Духа на всех, вазуга у руки и все чувства силы Божьей и то, что каждый из них действовал. Это просто пастор, я думаю, я думаю, что делает через такое действие других учеников, чтобы они тоже взяли эту такую учебу и там и несли в своей жизни дальше. Это класс. Духа. 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 За каждый человек, которого я встречу. Духа. И Ви account в своей дороге я встречаю. Духа. Аминь. Хочу просить вас, вчера прошу служение, происходили исцеления, какое вам больше всего запомнилось действие Божье на вчерашнем служении? Какое вам больше запомнилось вчера угрожение и действие? Все были чудами. Все были хороши. Ула, наша сестра, которая была на вузке. Сестра, которая была на коласке. Вчера в ее ногах Бук начался процесс отновления, оттворения кости. Несколько было смотреть, как жизнь входит в тело Ули, как Бук подносит ее. Но я увидела, как сила Божия сходит и действует в костях, в ногах этой сестры, которая не ходит от рождения. И она смотрела, как вера поднимается у этой сестры. Когда пастор Макс наказал, чтобы в этой ногах произошло, чтобы кость началась рожать, то это произошло. Когда пастор приглашал эти кости, это произошло. Это было для меня чудом. Это чудо. И Ула сделала первые шаги. Она первый раз встала с вузка. И она первый раз ногами ходила. Несколько шагов сделала. И нога нашего пастора скрекона, уздроблена. И сила нога пастора нашего в нашей церкви. Пастор мне потом сказал, что не могла встать. А потом в этой службе встал, ходил сам. И сила нога и стерна через это, что Бог действовал вчера. Аллилуйя. Вот эта женщина, которая на инвалидной коляске, мужа в конце, я уже допомню, у нее была дырка в ухе. Она затыкала пробкой. И это ухо там, оно не слышало, что там вообще ничего не было. И вот после служения я еще подошел, помолился. Я как бы забыл об этой дыре. А потом помнил, что там уже что-то там пробка какая-то. Не должно быть так. И Бог произвел чудотворение вчера. И у нее в ухе появились слуховые органы, которые она начала слышать этим ухом. Да, это тоже очень это чудотворение, очень моментальное чудо. И конечно ее эмоции там зашкаливали. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Я знаю, что и у вас тоже произошли какие-то там что-то изменения. Там что-то может быть вы почувствовали вчера силу Божьей на себе. И что-то внутри вас это тоже произвело. Да, исцеление там, какое-то свободное. Слава Богу. Все, что я... Я знаю, что я... По встрече с вами... Я знаю, что я буду больше, чем вы выходите на улицу. Какие-то блокады в моей голове просто рунуты. И... Я чувствую себя свободно для того, чтобы идти на улицу. И еще внимательнее. Потому что мы это делаем, мы это делаем на улице. Но мы это делаем еще не смело. Но у меня появилась сила, чтобы просто не бояться делать эти вещи с Христом на улице. Всегда где пойду. Это поднесло меня. Слава Богу. Спасибо Иисусу. Аминь. Слава Богу. Давайте обожжим руки. Давайте. Хорошо. Всем привет. Слава Богу. Мы в Варшаве, Польше. У Божьих помазанников Андрея и Иоанны. Слава Богу. Это апостолы веры, которые исцеляют больных, воскрешают мертвых, изгоняют бесов и вообще несут волю Божью по всей земле. Аминь. Аминь.